Скачивайте приложение Мегамаркет и покупайте со скидками. Например, мука у Велка Высший Сорт всего за 79 рублей. Мегамаркет! Привет, ребята! Новый день, новый влог. Сегодня у нас среда, это третий день недели влогов. И я решила нацепить на себя хоть что-то другое. Потому что, ну, короче, я хожу каждый день в одном и том же по дому, понятное дело, в своей рабочей форме. Моя рабочая форма. Это какой-то бюстгальтер для кормления, либо просто какой-то, типа, топ. Быстро я держу здесь, освободил, в рот засунул, и все. Вот, так что решила надеть рубашечку, хотя она мятая, но на самом деле, даже если ее погладить, отпарить, она все равно будет мятая. Такой вот у нее стиль. Лежит тут наша крошка любимая, наша Анютка. Сегодня мы замечательно спали. Кстати, спали мы сегодня вместе. Я все равно всегда ее укладываю отдельно на ее кроватку. Но ночью она просыпается, я ее кладу рядышком, кормлю и не всегда обратно перекладываю. Но, честно, мне спокойнее все-таки, когда она лежит в своей кроватке. Но она так хорошо лежит рядом. Она так хорошо спит. Мы сегодня, мне кажется, вообще ночью, блин, не просыпались и ничего не то самое. Только вот я встала, наверное, один раз подгузник поменяла, и потом уже утром только подгузник меняла. И то мы еще дальше спали. Ну, короче, мы на самом деле... Я вот уже ржусь все равно. Это так смешно. Говорили, типа, вот, появится ребенок, не будете вы спать до обеда. В итоге, реально, мы с ребенком спим до обеда. Все у нас замечательно. Все у нас хорошо. Стираем каждый день. Видите, сколько всего? Но, как я вам уже говорила, тут не только же наша одежда, также, точнее, не только ребенка, также и наша. Я просто не хочу накапливать. Я все стираю, потому что это много времени не занимает. Также все быстро складываю. Только новую одежду я глажу. Типа, вот, например, я заказала вот такой вот классный костюмчик с печенькой и такой вот с кокосиком. И их, когда я постирала, я погладила. Деточка наша спит уже полтора часа. Сейчас уже будем просыпаться, менять подгузники и, наверное, кушать. Мой котеночек любимый. Ну, какая же она прелестная. Посмотрите на этот носик. А вот это ушко, кстати, мое. Видите? Мое ушко. У нашей дочки есть некоторая особенность. У моего брата Саши тоже такая особенность. Не знаю, встречали вы такое или нет. Но, не знаю, надеюсь, это ей никак не помешает. Короче, одно ушко у нее мое, другое папиное. Ну, славяно. Видите, у нее разные ушки. И это, конечно, прикол. Ну, вот это ушко, оно как будто бы тоже чуть-чуть хотел быть моим. У меня просто более острые ушки. Но оно все равно больше, короче, славяно. Это ушко более круглое, больше славяно. Вот. А другое ушко мое. И мы смеемся со славой. Я ей постоянно говорю, какое же у нее красивое ушко. Мое. Да нет, оно просто чудо. Она вся прелестная. Да. Спящий малыш. Сладкий. Она уже такая большая, я не могу. Тринадцать дней сегодня, получается, от рождения. Мой ангелочек любимый. Вот так вот она лежала рядом со своим любимым папочкой. Так вот выглядит стол рабочей славы. Короче, когда день, мы, конечно, стараемся и музыку включать, и все такое. Но я сидела, смотрела интервью Карины. Шоу «Да-да, нет-нет». И поэтому выключила музыку, сидела, красилась. Удобная штучка вот эта от Чика. Мне она очень нравится. Мы ей прям пользуемся активно каждый день. Вот так вот. Днем она у нас здесь лежит. И мы ее за собой, если что, таскаем. Это намного удобнее. Ну, вот так вот в комнате ее поставила, и слышишь хорошо. Хотя, казалось бы, проще носить с собой вот такую штучку. Но мне, честно, удобнее, когда она рядышком, конечно. Можно было бы сюда класть, но что, постоянно перекладывать ребенка? В эту положила, катаешь за собой куда надо. Либо на кухню. Дави! Дави! Либо на кухню, либо к Славе в кабинет, либо ко мне сюда. А еще у нас непонимание с шапками. Мама говорит, что нужно шапку надевать, потому что у них там родничок. И туда-сюда холод, не холод. Подписчики говорят, что наоборот. Кто-то там советовал не надевать никакие шапки, чтобы родничок, типа, дышал. Ну, короче. У меня уже весь телефон в ее фоточках. А еще мы хихикаем со Славой. Нам кажется, что у нее волосики уже прям растут, растут. Видите, какие длинные? И-и-и. Дима, я кочерыжка. Любимая. Самый лучший вид засыпания это на грудях. Поскольку она уснула, только что поела, мы сейчас направимся в ресторан. Ну, прогуляемся и пойдем в ресторан. Такой вот план. Итак, сейчас мы пойдем на прогулочку. Наш птенчик спит. Объелся. Сейчас мы ее заберем отсюда. Вифф, пойдешь гулять? С нами пойдешь гулять? Я возьму тебя, не переживай. Я тебя не оставлю тут одну, моя булочка. Только держи, Вифф, крепко. Ну, конечно, зала. Сейчас, конечно, придумаешься. Больше будет без лестницы, как говоришь. Но это не так страшно и тяжело. Столько тут порогов, конечно. Так, ну что ж, мы дошли до ресторана. Так вот классно сидим. С Вибуликом. Анютки, которая там дрыхнет. И наш папочка, который записывается на стрижку 21 числа. Чтобы на фотосессии с нашей девочкой папочка был красивый. Вот, так что сейчас будем кушать. Заказали по салатику. Я суп опять заказала себе. Язык отварной. Говяжий слава. Хачапури аджарские. Мы пришли с прогулки. Хикла из того, какая она смешнулька. Я буду распаковывать этого птенчика. Итак, мы искупались. И почему-то хныкаем. Мы точно хорошо сходили в туалет. Мы точно не хотим спать. Мы точно не хотим кушать. Вопрос знатокам. Что это значит? Мы с сосочкой сейчас на ручках. Вроде получше. Потому что в люлечке с сосочкой прям вообще все равно не получалось. Поэтому будем вот так вот ходить. Не знаю. Надеюсь. Это то самое. Надеюсь, это то бинго. Подгульник я уже тоже проверила после того, как мы искупали даже. И все. Вот. Так что надеюсь. Точнее, как сказать, надеюсь. Точно знаю, что с подгульником все в порядке. Кушать она не стала. Лежать она не хочет. Спать не хочет. Поэтому мы на ручках. И вроде пока папа тянется. Я такая вся, знаете, потрепанная. Потому что когда мы ее купаем, понятно, мы дверь закрываем. Там тепло в ванной. Хотя мы даже вытяжку включаем. Потому что вообще душнило. И поэтому, конечно, потери, жара. Вот так вот это все выглядит со стороны. Так вот у нас все стоит храниться. Вот наше полотенце. Там у нас носки обычно нагреваются. Тут пеленка. Сейчас вроде типа грязно. Смотрите, все разбросано. Но обычно мы, когда малышка успокаивается, потом наводим здесь опять снова супер-пупер порядок. Все наполняем, пополняем. По подгузнике. Видите, там две штучки лежат. Пеленки. Все добавляем, чтобы всегда тут все было в достатке. Сюда какой-то костюмчик еще докладываем, чтобы было два. Что, знаете, всякое бывает. Там у меня постиралась белье. Я еще днем ставила. Постельное, кстати, поменяла постельное белье. Вот. Так что сейчас надо снять то, что там высохло, и повесить. Вот оно в чем было. Надо было соска плюс ручки. Потому что не всегда понимаешь, какая комбинация сработает. А еще подняли сюда автолюльку с машины, чтобы разобраться, правильно посадить туда малыша. Точнее, сидя нельзя, поэтому в этом и надо разобраться, чтобы она была, ну, как бы, лежа. Потому что нам нужно будет уже из дома выходить. Да и хватит уже, пора социализироваться как-то. Не то, чтобы там по ТЦшкам шляться, конечно, но просто не можем же мы всю жизнь сидеть дома, правильно? Конечно, еще даже двух недель нет. Ну, типа, уж можно было бы и посидеть две недели. Но даже элементарно, знаете, хочется поехать в парке, например, погулять. Нам все равно до парка нужно, как бы, доехать на машине. И хочется приехать в парк, погулять в парке, а не во дворе у нас гулять. Потому что все равно у нас рядом с домом и дороги, и недороги, и так далее, и так далее. И все равно деревьев, как бы, столько нет в парке. Поэтому, ну, короче, что я вам расскажу, сами понимаете, в любом случае хочется уже иметь возможность спокойно выезжать из дома и не быть привязанным к дому. Вот. Да, элементарно даже в тот же ресторан. Почему бы не съездить в тот же ресторан? Потому что, да, ребенок маленький появился, но жизнь на этом как бы не останавливается. Это маленький, сладенький ребенок. Любую проблему можно решить. Чуть-чуть пахныкали, поразбирались, нашли проблему. Нашли, скажем так, решение этой проблемы. И сейчас малыш уже уснет, уже маник-мечет, у мамы на ручках. Хорошо. Сейчас я его положу, она будет дальше спать, а я сделаю всякие свои остаточные дела. Нужно сегодня еще снять рекламу и смонтировать кое-что. Ну и рекламу смонтировать, и этот. И еще смонтировать рекламу. Короче, поработаю. Голову я вчера помнила, сегодня мыть не буду. Уже, по-моему, завтра получается, потому что послезавтра у нас ньюборн-съемочка. Я довольно-таки долго кормила Аню, и на ручках она у меня долго сидела, и лежали мы, кушали, и спали мы, кушали. Ну, короче, прям затянулось наше приключение. Потом поменяли подгузник, потом мы полежали в люлечке с сосочкой, что-то нам не зашло, короче, все это дело. Короче, это я к чему, ребенок до сих пор не смеет. Сейчас, на самом деле, не так уж поздно. Ну, нет, поздно, на самом деле, сейчас 12 уже ночи. Вот. Ну, она у нас как бы вчера в 4 уснула, но она и проснулась поздно. Мы ее искупали со Славой. Короче, у нас были банные процедуры, мы ее искупали. Сначала мы хорошенько сходили в туалет, прям хорошенько. Прямо вообще... Я думаю, любая мамочка меня поймет и поймет, какая это радость вообще. Я, в принципе, раньше понимала, о чем речь идет, когда мамы говорят, какое же счастье, когда твой ребенок сходил из туалета, и все у него хорошо, вот это все выходит. Потому что животики не болят, ребеночек не лежит там, не мучится, не тужится. То есть я как бы и раньше понимала, какое это счастье. Но сейчас, когда я прям мать, я могу сказать, что это реально супер. Я складываю вещички чистенькие, вот таким легким способом. Просто колбаску закручиваю, запихиваю, и таким образом у нас всегда порядок. В шкафчике абсолютно ничего сложного. Вот такими салфеточками, тряпочками часто пользуемся. Ну, то есть они нам прям нужны. И даже когда просто я ее кормлю, я вот так вот подкладываю, чтобы она лежала, если что-то у нее вытекает молочко. Потому что она бывает, берет как будто в рот молока, а потом такая рот открывает, и все, вываливается. Но обычно все как бы хорошо, она все хорошо кушает. Ну, короче, я использую такие вот платочки. У меня их тут прям много разных. И советую тоже запастись, нам очень помогает. Вот, а еще вот такие маленькие полотенчики мы используем для опки. Когда подмываемся, у нас от бренда Заяц Меховой. Очень мне нравятся одежды их, очень приятное качество. Вот эти все платочки прикольные у нас как раз от этого бренда. Вот это все тоже от бренда Заяц Меховой. Я прям в восторге. Я вам рассказывала в каком-то блоге, показывала. Вот. Вот это тоже. Вот эти вот все слепики обалденные. Мы их прям носим. Они очень приятного качества. Вот эти тоже очень классные слепики. Бренда Мьёльк. Не знаю, почему такое название. Может, это какая-то фамилия. Я заказала два вот таких слепика. Один с кокосиками, другой с печеньками. Я вам показывала, рассказывала. Вот этот с кокосиками, наверное, отнесу туда в ванну, чтобы он лежал как запасной. Шапочки тоже обалденные от бренда Заяц Меховой. Вообще, вот у нас больше всего такой одежды на каждый день, повседневной, которую мы носим. Это именно Заяц Меховой. И то, что Карина подарила, привезла. Тоже обалденные вещи. Прям очень-очень нравятся. Качество классное. И я, конечно, заценила вещи не на пуговках этих, а на застёжки. Очень удобно, конечно, что быстро хоп-хоп-хоп. А эти пуговки иногда, особенно когда у вас ребёнок такой, как у нас, у которого вот так вот руки-ноги, то это, конечно, бывает очень долго. Но когда она спокойная, особенно ночью, вот с одной удовольствием вообще. Нет, за своим ребёнком ухаживать всегда одно удовольствие, но очень быстро и легко получается всё сделать. Особенно вот ночью, потому что она вот в таком состоянии. Заговаривать там с папой. Постоянно забываю вот эту штучку положить где-то рядышком. Может, прям как раз вместо тряпочки вот сюда и класть, чтобы она была с молочком маминым, с моим запахом. Чтобы потом она засыпала с этой штучкой. Как она называется? Забыла. Ну, короче, нужно её рядышком держать, и я постоянно про неё забываю. Вообще, я её как-то положила, думаю, сейчас буду держать рядышком. Потом я подумала, блин, надо её постирать. Что-то я вообще её стирала, но думаю, надо ещё раз постирать. Сегодня мы тоже пользовались этой подушечкой. Всё-таки это реально очень-очень классная вещь. Всем рекомендую. Ну, мамочкам. Конечно, я думаю, она надолго не нужна, хотя хрен знает. Но очень удобно с ней, и мне удобней. Тут как-то, ну, короче, я понимаю, что мне не так страшно, чтобы ребёнок был немножко вот типа взгибе локтя. Потому что здесь мягко. Потому что нужно же не взгибе локтя, а чтобы ребёнок лежал, короче, на поверхности. Ну, короче, и мне так спокойнее, и ей мягче. Вот именно с этой подушкой, чтобы надолго, знаете, засесть на какое-нибудь кресло, качалку, делать свои дела. А ребёночек у тебя хорошо мягенько лежит. Короче, вещь реально классная. Я прям очень рекомендую. Мы сегодня на видео снимали, как купаем нашу дочку. Ну, не для влогов. Мы её купаем голенькой, без всяких там полотенец. Мы для себя просто снимали. Потому что мне очень хотелось запечатлеть момент, когда, короче, я её на ручках держу, а Слава её всё моет. Там шейку, подмышечки, всё. То есть я её держу вот так вот, делаю. И когда Слава её подмышки моет, у неё такое смешное лицо. Но сегодня она не сделала такое лицо. Я буду каждый день теперь, когда мы её купаем, ставить туда телефон, куда я ставила, в надежде на то, что она опять сделает такое смешное лицо. Потому что это было просто что-то нереальное. Слава сделал мне чай, наверное, часа, не знаю сколько, два назад. И я его так и не попила толком. А ещё у меня здесь на столе есть такая вот тарелка с вкусняшками, которые я периодически ем. Вот. Бывает такое, что я долго здесь сижу, например, с малышкой на руках. И мне хочется что-то попить, поесть. Вот. Но сейчас, на самом деле, намного всё проще и лучше. Точнее, как сказать, просто первые дни. Я Карине даже сегодня голосовой записывала, что первые дни после роддома было немножко сложновато. Даже не то, что с ребёнком, а из-за того, что у меня было состояние плохое из-за давления. И всё равно это немножко ещё, ну такое, типа, знаете, ты приехал домой, и да, ты понимаешь, как бы, что делать с ребёнком. И тебя всему, например, научили, даже в нашем случае было так. И ты всё равно, ты всё понимаешь. Но в любом случае новая жизнь, новые эмоции, вот это вот состояние, ну в любом случае, это какой-то период адаптации. Тебе нужно привыкнуть. И я плохо спала первые дни, плюс у меня было высокое давление, из-за которого у меня было прям реально плохо. И, ну, чуть ли там, может, даже не скорую, как бы, вызывай. Но, слава богу, всё хорошо, всё обошлось. И я, получается, не высыпалась ещё и не могла нормально есть, потому что у меня было состояние дурное, я ничего не хотела есть, у меня не было аппетита. Ну, короче, при этом мне надо было есть. Ну, в общем, сейчас вообще, сейчас всё круто, классно. Всё, кушаем, я почти эти конфетки даже, если честно, не ем. Ну, может, две могу съесть в день. Кстати, здесь я тоже начала менять подгузник из-за того, что хорошая погода. Ну, как сказать, хорошее тепло достаточно на улице сегодня вроде как было. Наш пупсик только уложился. И то, я думаю, что это не окончательно. Я её укормила, и она уснула. Тут Вилочка будет следить за хорошим сном малыша. Так что теперь я постараюсь успеть закончить свои дела. Так, ну что ж, постараемся допить этот чай. Этому чаю уже, наверное, часа четыре. Вот так вот лежит мой птенчик. Вот я не знаю, почему после ванны, хотя, казалось бы, но она правда тяжело укладывается долго. Ужасно бесят высыпания на груди, которые у меня ещё начались на беременность. Они у меня начались не сейчас. Я смогла открыть сникерсы, но так я не успела его съесть. Вы знаете, ну, реалии, когда ты мать. Вы знаете, что я слышала раньше всегда, что когда у тебя рождается ребёнок, то, типа, ты замедляешься. Ну, что-то, короче, такое видела, что вот, типа, не надо стараться успеть всё. Типа замедлить, что-то там, ну, отдыхай, короче, кайфуй, ничего не делай. Лично для меня это страстняк полнейший. Если я буду лежать, ничего не делать. Ну, вот я сегодня Карине записывала, что для меня очень важно сейчас, чтобы у меня дома, например, был порядок. Просто для внутреннего какого-то, знаете, такого успокоения, что у меня с появлением малыша всё ещё так же, дома чисто, мы вкусно питаемся. Да, я сейчас почти не готовлю, но мы как бы заказываем еду, всё. То есть это я к тому, что для меня это важно для того, чтобы быть счастливой мамой. Потому что мне намного приятней, скажем так, вот, лежать долго с малышкой, кормить её, ходить с ней на ручках по чистому дому, например. Знаете, когда я сыта, вкусно наелась чем-то классненьким. Когда у меня всё перестирано, везде всё вкусно пахнет. Когда я хорошо выгляжу, у меня чистая голова, я была в душе. Ну, то есть вот эти вещи, они для меня сейчас тоже важны, помимо того, что просто для меня важно, чтобы мой ребёнок был счастлив, доволен. Короче, это я к тому, что я лично не хочу дома видеть чужих людей. В том плане, что я бы не хотела, чтобы к нам сейчас клининг приходил, знаете, типа раз в неделю, например, даже. Не хотела бы, потому что не хочу чужих людей дома абсолютно от слова совсем. У меня нет вот этого чувства, что типа замедляться, наоборот, я стараюсь делать всё x2, чтобы успевать больше. И, конечно, если я сильно устала, ещё что-то, то я не успею много всего сделать, я выберу там отдых, ещё что-то. Все девушки, мамы ведут себя по-разному и выбирают разные для себя какие-то сценарии. Кто-то в силу своих возможностей, кто-то в силу своих желаний, не знаю, ещё что-то, приоритетов, не приоритетов. И я могу сказать так, что я очень счастлива быть мамой нашей дочки. Мне это доставляет удовольствие. Я не устаю от материнства. Но также для меня очень важно оставаться тем же человеком, которым я являюсь. Также для меня важно, чтобы дома оставалось чисто, чтобы я могла делать какие-то дела по дому. Хотя, казалось бы, да, ну просто типа я вот Карине записывала сегодня, рассказала, что я не сижу над дочкой, пока она спит, вот так вот не дышу над ней. Потому что я понимаю, что для того, чтобы я была счастливой мамой и испытывала счастье от материнства, ну просто бесконечное, для меня также важно закрывать свои какие-то потребности и делать то, что мне доставляет какое-то удовольствие. Мне не то, что доставляет удовольствие убираться дома, но для меня важно, чтобы дома было чисто. И мне намного приятнее ходить, укачивать малышку на руках, носить там её, менять подгузники в чистом доме. Ну короче, это я просто к тому, что я стараюсь успеть сделать всё. Садиться камера, и на этом я с вами буду прощаться. Возможно, влог получился не супер долгий, вот, но поскольку это неделя влогов, влоги могут быть немножко покороче. В общем, в любом случае, надеюсь, что вам понравилось это видео. Всех люблю, целую, обнимаю, будьте счастливы, здоровы и всем пока. И до завтра.